Своими глазами. Интернет-телевидение ТВ Белс находится в гостях у заведующего урологического отделения Сергея Ивановича Козова. Мы задаем вопросы, которые волнуют наши читатели. Как распознать, когда у человека приступы в одном правом боку, такие режущие боли. Или это песок, камни, или это вызывать скорую в этом случае надо, или это межреберная невралгия, или это боль в сердце. Как узнать при таких режущих болях, что делать, вызывать врача или все-таки принять какой-то анальгетик и на этом закончится мучение? Мы подняли очень интересный вопрос, он действительно очень обширный. Очень обширный и коротко ответить на него, но практически, наверное, нереально. Почему? Потому что я веду к близости определенных органов, то есть, мы о чем говорим, значит, почка, двенадцатоперственная кишка, желудок, печень, так, что вы говорите, диафрагма и так далее. Поэтому наслоение этих органов друг на друга, значит, практически одни и те же сегменты иннервации этих органов, маскировывают одно заболевание по другим. Поэтому ставить самому себе диагноз в домашних условиях это неправильно, неправильно. Подчас и специалисту, специалисту состава в ближайшие часы тяжело разобраться без определенных обследований, что на самом деле происходит с человеком. Почему? Потому что клиника, клиника очень полиморфна, да, она может включать всего лишь какие-то боли, да, она может сопровождать затошноты, рвоты, нарушения мочи и спускания, вплоть до потери сознания. Это о каком симптоме мы сейчас говорим? Мы говорим о почной колике. О почной? Да, почной колике. Значит, в принципе, почная патология, она очень обширна, потому что нет понятий просто почной патологии. Значит, мочевая система, это ретро-мочевой пузырь, мочеточник, почка и так далее, это все одна система. Не бывает так, чтобы страдал только определенный уровень, а страдает абсолютно вся система всегда. Поэтому еще раз говорю, правильно обращаться к специалисту. Это мы были в гостях у заведующего урологическим отделением Сергея Ивановича Козов. Все, спасибо вам большое. И хочется пожелать нам здоровья нам, и вам, как врачу, и нашим горожанам. Берегите себя и свое здоровье. Спасибо взаимно.